все я прямом эфире жду вас здравствуйте сейчас я чуть подожду пока соберетесь я буду сок пить если вы не против привет всем привет давно не общалась в моем эфире очень интересно какие в этот раз вопросы вы мне будете задавать я начну пока или но даже пару минут еще или чё или начинаем пока все здороваетесь в общем я хочу сказать пока вы собираетесь что я только сегодня приехала из липецка там было как вы видели но я выставляла фотки как служила в общем там был очень красиво мы нашли какой-то запрошенный карьер и это было просто не знаю восхитительно в общем липецке у вас супер и погода отличная завтра я снова улетаю вообще это лето я в москве практически его вообще не провела даже не знаю какая была погода но судя по всему тоже неплохая но это прекрасно мы кстати сейчас начинаем готовиться уже к концерту который будет в прокусе 9 ноября поэтому в общем если вы еще не знаете что делать этот день пожалуйста приходите потому что я вам обещаю точно что это будет очень особенный концерт сто процентов те кто придут не пожалеет а тех кто не придут при любом раскладе будете немножко жалеть что не присутствовали при этом событии потому что оно будет очень очень особенное в октябре ноябре а сначала да да у нас будет подсказывает что два 21 октября в питере в клубе b1 по моему ну мне кажется да вот а и в москве вот 9 ноября в общем не пропустите будет супер вот в общем короче такие планы но и естественно здесь август мы гастролировали сентябрь тоже октябрь тоже ноябрь тоже декабрь тоже а дальше посмотрим что будет новый год новая новая жизнь так значит стань продюсер возьми меня под крыло значит пока продюсером я не хочу быть но вообще честно говоря иногда думал о том чтобы я делала если я была не артистом а с другой стороны уже такой более ценевой и мне кажется что это очень интересно мэйби когда-нибудь когда мне будет лет сто ну я так так в Карганде но я хотела бы приехать в Карганду мы кстати там очень были однажды мне очень понравилось вот у вас там очень прикольная атмосфера очень крутая ну в принципе как это и должно быть все начинается здорование привет вы делаете запросы чтобы я присоединилась к кому-то давайте сейчас чуть болтаем потом я начну присоединяться возможно да давайте начинать вопросы уже как ты относишься к своим фан страничкам я как отношусь к фан страничкам я считаю что ну меня все это очень радует потому что во первых у вас часто есть фотографии которые я вообще сама никогда в жизни не видела иногда натыкаюсь думаю вау очень прикольно и иногда мне нравится тем что вы переносите меня во времени что я уже наверняка какие-то вещи забыла и вы напоминаете о том что это было так ну в общем мне нравится и единственное столько количества вот например там Серябкина Молли там ну в общем какие-то варианты моего ника или там от моего имени что мои например друзья иногда подписываются на несколько аккаунтов думая что это я и только я сама например через год развеиваю ну миф что это не я они все время думали что они на меня подписываются но мне нравится что у вас так много хотела бы еще сняться в каком-то кино в кино я бы очень хотела сняться но признаюсь честно у меня было предложение одно которое мне очень-очень нравилось я не буду сейчас говорить что и от кого потому что я возможно сейчас выдам ну санонсирую условно какой-то проект который еще никто не знает о нем и меня уже определили на роль даже ходила на пробы но к сожалению из-за моего графика я поняла что я просто тупо не вывезла поэтому я отказалась на момент на этот но я надеюсь что в следующем году все срастется и я и не сыграю хотя мне было очень бы интересно сыграть вот в той роли на которой меня утвердили но в общем наверное не моя просто не судьба ну пока не судьба случались ли с тобой сверхъестественные необъяснимые вещи веришь ли ты в мистику в мистику я верю я часто вижу знаки и они ну совпадают с тем что происходит сегодня у меня был случай я приехала домой и вообще спать не собиралась потому что я думала что я себя счастлива то я полдня просплю и покучу весь день и я уснула и мне приснился очень странный сон точнее ну вот по честному если говорить как я чувствую что это был даже не сон я как будто попала в какую другую реальность существующую я не буду говорить что там происходило но я исчезла охренела когда проснулась реально охренела поэтому да сто процентов верю и вы верьте она есть когда-нибудь ли ты жалела осказано в каком-либо интервью может быть бросила какую-то резкую фразу и не обдумала да у меня было такое но это было не интервью но я не хочу это вспоминать но у меня это было пожалуй единственный раз в жизни и то это было это просто в общем не хочу это вспоминать но была однажды вещь которую я случайно вообще не знаю как я это произнесла но за что я потом не знаю я вообще была от себя в шоке как так могло получиться причем это было не то что что я что-то думаю а просто вот стечение обстоятельств так случилось ну да я жалею об этом это я не выпалила что-то что не должна была сказать или там просто я даже так не думала ну то есть это просто ну так совпало не будем о грустной когда будет клип на какую песню вы хотите клип? мы сняли клип на песню Чика Лока и вы его скоро очень увидите многие спрашивают будет ли клип на песню 11-13-07 нет на эту песню видеоролика не будет вы не переживайте потому что возможно например это будет ну просто время чуть ушло мы так были заняты гастролями что мы просто поняли в тот момент что ну все уже лето уже время просто прошло ну пусть это останется как одна из классных песен на которой нет клипа как например у песни пройдет на нее нет клипа только мут видео и вот она вот осталась в таком каком-то настроении ну такое бывает но вообще честно говоря не расстраивайтесь за то что не будет у нее клип потому что осенью этой у нас будет очень много музыки вы офигеете хотела ли бы ты что-то изменить в своей жизни изменить в своей жизни? нет нет потому что наверно что-то поменялось другое возможно глобальное поэтому я вообще в этом смысле не фаталист то есть я ну как то у меня нет такого что вот там короче я не парюсь ну и все идет так идет главное если ты живешь по сердцу тогда ты ну сильно не переживаешь то что все происходит ровно так как должно быть многим интересно будешь ли ты когда-нибудь снимать влоги на ютубе? ой влоги вы реально этого хотите? ну вот по-честному мне кажется я так космоязычный иногда говорю дело в том что у меня мысли мысли больше чем языка во рту да я просто я так быстро думаю что мой рот не успевает говорить и мне кажется что если я бы сделала влог я вообще не знаю что бы я там делала мне иногда кажется даже почему я не люблю прямые эфиры потому что у прямых эфиров у меня полное ощущение что я говорю сама собой ну то есть ну это странно я чувствую себя немножко сумасшедшей но если вы хотите я могу подумать ну тогда закидывайте меня я вот сделаю потом пост если ну те кто хотели бы меня видеть в блоге в блоге пишите что вы хотите какую тему ну то есть что это ну пример условно макияж что я поела что я попила может быть какая-нибудь не знаю связанная с литературой типа со стихами ну то есть какая тематика что вам интересно вам не узнать только не говорите все потому что я сама сам расскажу как наверняка понять что твоё в жизни а что нет только сердце подсказывает кстати вы слышите вопросы которые Ксюша задают вот кстати ну что вот ксюша если слышите и оброшу какой пробок как понять наверняка что твоя в жизни что нет но понять наверняка что твою жизнь или нет можно только путем того что ты слушаешь себя это легко понять это самый простой кстати вопрос и самый легкий ответ это ты сам поэтому это вообще очень просто они очень слышно ксюш погромче не забыли 6 поле у тебя идеальная кожа или нет ну мне неплохая кожа но если честно с таким графиком которые живу мне практически будет проще вот еще с меня вот раз два три прыща 4 как думаешь как считаешь нужно ли комплексовать какие из-за каких-то недостатков нет ну то есть не надо себя запускать сто процентов нужно собой но мне кажется все-таки судить особенно если девочка точно ну почему если то есть вариант быть красивой или быть некрасивой то конечно надо быть красивой но там типа париться и не выходить на улицу потому что примеру вот у меня сейчас прыщи я что я замазала и пошла ну вроде ничего да что я сегодня спала всему ну короче просто не надо на все должно быть гармония если нашу что существует способ как ты можешь решить эту проблему то нужно это сделать если так некомфортно если вы комфортно ну время касается веса к весу я вообще отношусь очень но не то что у меня нет однозначного или неоднозначного ответа я считаю что связано с весом внешним видом и это ровно так как ты чувствуешь и но иногда знаете девочки мы иногда врем чтобы мне быть классно типа и такой а в душе тебе не классно просто ты занимаешь такую позицию потому что ну типа так проще но мне кажется что пока мы молодые красивые надо брать все лучшее из своего тела в том числе ты уже дочитала книгу ст какие впечатления ли можно же не ждать дуэта но продают мы не думали честно говоря и общего встретила я познакомилась не только вот пару дней назад когда мы участвовали в одном проекте связан со стихами вы его увидите могут только сразу сказать что это на тенте мизе будет вот и мы очень ну я вообще не я не что я знала что я слушаю такой парень но я снимала лишь не знакома и как бы не углублялась то что он делает но я начала читать его книгу я думала что прочту ее за день но на самом деле она такая у меня притормозило то плане что его стихи хочется читать дольше чем я думала поэтому если говорить однозначно типа дали не понравилось не понравилось то мне нравится очень интересно ну то есть не то что интересно тем что он настоящий там то есть мне кажется очень искренне там и этом это очень круто это покупает но саша мне сделал одно предложение тоже связано со стихами и я вот думаю но мне кажется что я даже соглашусь со скольки лет у тебя появилась тяга к поэтическому творчеству описать стихи я ну глобально у меня было я вам рассказывал этого во многих интервью что в 15 лет я написала красную шапочку в стихах вот но это такой был дурацкий ну и смысле смешной такой как бы это не серьезно было там ничего такого просто это был что такое на сленге причем сленг это это полу блатной полу какой-то непонятный я не знаю где всего этого подобралась и потом но это все что было связано с стихами вот в этом возрасте и потом когда у меня была несчастная первая любовь вот после этого я кстати были даже не но был стих один и еще я написала текст на песню майкла джексона и она вот это вот только на русском языке посвященная моему парню мы моей боли расставанию всему этому но это очень прикольно и с тех пор я поняла что мне очень нравится писать на музыку ну типа стихи и тексты получаются владикавказ я очень люблю владикавказ я очень хочу приехать к вам владикавказ просто нереально как поднять настроение если тебя его нет вообще начать себя надо заставить вот заставить вот у меня такое тоже бывает что надо себя поднять но не хочется ну то есть нет настроения но нужно просто заставить одеть какую-то красивую шмотку выйти на улицу не хочешь никуда идти позвонить друзей нож короче отвлечься надо помогает ребята пока не буду никому присоединяться хочу пока сначала с вами поболтать и что меня вот с вами не было рядом вот не было и но прям в эфире поэтому они вот давно короче не было болтать и потом я с кем точно пообщаюсь если у тебя место силы да на моей дачке я кстати то поеду скоро раз в год и обязательно там и стараюсь бывать еще в этом году ни разу не была из-за гастролей понятно но я хочу поехать вот сейчас скоро сейчас немножко поработаю еще поезжу мне там будет по-моему два дня отдыха и я начале сентября свежу будет ли чудо с игором кридом ну я пока не планирую таких смелых много вопросов чтобы за photoshop который ты выставила да да я просто у меня просто в отмеченных очень часто есть фотки где нас photoshop с егором причем иногда даже он не их присылает и мы там веселимся на эту на этот счет и просто менять фотографии настолько умило потому что или ставим в отличных меня видим какой-то какие-то аккаунты на там не знаю его или мои ну кто-то общем и сделал такой фанфик и еще так повеселила и я решил выложить если у тебя книга который ты обращаешься когда тебе плохо 1 книги такой нет но есть истории прочитанные в книгах которые я могу вспоминать обращаться не такого нет но например я помню свое время когда это прочитала мне безумно во первых я люблю очень английскую литературу в принципе мне очень много нравится из английского но много авторов обожаю конечно там очень много описаний которые ну когда там где те 18 очень сильно не бесит читать описание природы но зато такая атмосфера просто невероятно еще я очень люблю поющий в терновнике вот этот роман потрясающий просто он повествует о большой любви которые которые никогда тебе дают это просто вот типа берешь берешь она как будто раздвигает твои игра грани рамки и учит тебя просто любить но то есть понимаешь когда ты любишь не за что-то просто так круто кто тебя вдохновлял все эти годы чтобы писать стихи или это чувство эмоции которые оставил человек это и чувство эмоции которые оставил человек это это что я слушаю то что я читаю это и например у меня было были стихи которые писала от рассказов моей подруги ну то есть что-то что меня впечатляет это не обязательно мой личный опыт хотя лично бы конечно если ты в этот момент ну типа влюблен чувствую что ты пишешь более как красочно более это живее что ли в общем все вместе это вообще должна быть просто ты должен быть открытым мне кажется когда ты закрыт когда вот но мы закрываем все что мы боимся там чего-то а когда ты открыт это это круто потому что очень много чего входит чем чем молли отличается от ольги серябкиной ничем от я но серьезно и спросили в чем молли отвечает от серебра я бы ответил на вопрос но молит в чистом виде маленькая маленькая девочка маленькая такой город для тебя самый красивый помимо москвы много я вообще очень люблю много разных мест примеров я обожаю владикавказ искренне всей душой я обожаю екатеринбург очень сильно в нашей стране ли вообще вообще и куда бы ты хотела переехать если если бы рискнула мне нравится очень вот само ощущение в городе мне очень нравится киев мне очень нравится вена мне я кстати поеду скоро в лондон первый раз вообще была моя мечта полететь в лондон я столько знаю все про лондон никогда там не было и вот я скоро полечит это поэтому возможно прибавится еще один город на списке у тебя очень крутое чувство вкуса ты когда-нибудь хотела бы сделать свою линию одежды несколько раз думала об этом но каждый раз сталкивалась с тем что я не люблю ничего делать на пол шишки мне нравится если что-то делать то делать полностью сама не вот например кого-нибудь нанять и потом прикрыться своим именем типа здравствуйте сама сделала на самом деле там работали кучу других людей в общем я такой подход это просто не то что я его не 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 хейтю там ничего но просто это не мой подход мне больше нравится когда ну ну типа если я что-то делаю то я сделаю это сама поэтому пока мне на это нет времени хотя такие мысли были можно попозже когда нибудь если у тебя видение себя через пять лет сложный вопрос потому что сейчас то есть спросили бы у меня например пять лет назад об этом я бы сказала да и я уверена что спросите мне андрей об этом через год я тоже буду знать но сейчас такой момент когда я не знаю но есть что то что я хочу чтобы у меня было через пять лет ну то есть полноценно сейчас не могу ответить по-честному по сейчас у меня такой период когда я точно знаю что очень многое будет меняться то есть это вообще сейчас период перемен и я открыто здесь на площадь программировать себя на тему того что я буду там то там 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 то я возможно но запрограммирую себя и какие-то вещи со мной не случатся поэтому я сейчас максимально открыто вот ко всем переменам и их принимаю как ты все успеваешь я успеваю потому что ну не я первых не все успеваю что я хочу если я все успевала у меня был бы сейчас собственный бренд одежды то что я об этом думала я бы сделала что-то с косметикой 100 процентов что как я люблю макияж я не просто люблю краситься я люблю придумывать всякие штуки просто мне пока ну типа нет на это полноценного времени то есть у меня те эксперименты которые я делаю с мейком там те что вы видели в бьюти драг с бьюти бэкстейдж какие-то еще мои там личные эксперименты я их и кстати у меня есть какие-то вещи связанные с макияжем которые я еще не постила ни разу хотя они у меня лежат и живут своего часа катя меня кстати называет что я коробочка что у меня куча всего в телефоне и я зачем ты столько времени ждешь чтобы это например выложить а я как будто жду ну типа времени этой фотки времени этой идеи но не знаю мне вот как это так люблю собирать все короче мне нравится экспериментировать в общем у меня в моей голове много всяких мыслей конечно самое главное то что я хочу написать реально настоящий роман который у меня уже есть в голове но который пока я не могу реализовать потому что я точно знаю что мне нужно но время писать я еще никогда не писала книгу настоящего и опять же литературных рабов я не хочу нанимать поэтому я буду делать сама именно это нужно время в общем во всему видимо свое время ты больше любишь планировать или делать все спонтанно я люблю сочетание этих двух вещей короче как все еще успеваю у меня есть календарь график я себе реально могу показать свой график вообще вот это просто супер как бы смотрите вот у меня все все распланировано все просто распланировано и я вот так живу по нему и без него я вообще не существует потому что я пришел туда буквально все вот но очень прикольно но он не нравится спонтанной штуки потому что они выбивают себя из рутины путина это не очень но она должна быть если у тебя вдруг появится возможность вернуться назад и что-то изменить хочешь это что-то изменить нет любишь ходить по магазинам да очень я шапоголик честно вам скажу люблю люблю всякую чушь покупать я люблю покупать всякую чушь люблю торчать в продуктовых люблю торчать в аптеках мне все надо в этих магазинах для домашней всякой штуки мне нравится все это выбирать ну и шмотки тоже люблю мне кажется это видно много ли у тебя дома косметики да о боже косметик мне реально много я придумала свою собственную косметичку я ее просто реально разработала я вам покажу мне говорят что я дура почему обоснуйте что будет если ты съешь беляшек при полной луне ничего я просто не интересно я кстати если спросить про то ну типа на диете я или нет то я никогда не на диете ну то есть я давно не была на диете я не помню но при этом я хожу в спортзал стараюсь у меня вопросов просто спасибо что ты есть спасибо спасибо что ты есть тоже все очень ждут фан-встречу фан-встреча ну ну давайте подумаем что-нибудь придумаем я бы тоже с удовольствием с вами встретилась так я не стою читать вопросы иногда какая твоя любимая кухня твое любимое блюдо значит я очень всеядное я люблю все но я очень люблю азиатскую кухню очень люблю люблю все что вредное все что жирное так какие еще вопросы что бы ты подарил своему любимому человеку что ты дарила своему любимому человеку ну подарила бы то о чем он мечтает дарил но я очень практичный подарок человек мне нравится делать практичные подарки которые у человека может использовать они ну к примеру это не вазочка вазу я не дарю вазу не дарю я а как мне дела хорошо спасибо вам большое за комплименты пишите что нравятся песни голос что меня любите спасибо мне очень приятно мне тоже очень всех люблю вас спасибо что вы сейчас тратите свое время на меня нягонь привет у нас статья Данила из Нягони Данила это парень который вместе с Максом работает над нашей музыкой Данила Бабичев сонграйтер наш звукоинженер студийный человек который без которого наша музыка так же не проходит нет такой песни которая не проходит через его руки очень много вопросов почему ты никогда не снимаешь два пальца два кольца на безымянном пальце потому что это сила колец вы что я же как из властелина колец а это моя прелесть мои две прелести но я это как одно кольцо считаю это короче нельзя с меня их снять Казань привет привет на тебя времени когда не жалко тратить спасибо учитывая что я так редко выхожу как закон позволяет быть такой нереально красивой как ты вы думаете мне приятно сколько времени в день ты проводишь в портзале в день нет такого есть в неделю ну я стараюсь два раза хотя бы ну два раза на самом деле у меня не получается чаще ну это при том статисты что я два раза в неделю бываю в Москве то ну я не ну то есть физически успеваю но на гастролях в отпуске я никогда не захожу в спортзал вот в отелях или где-то где я бываю только в Москве могу заниматься там не получается я не могу себя никогда заставить и думаю я заслужила ну кто у вас в лейбле пишет песни на лейбле Максим Александрович и я ну у нас есть артисты которые сами для себя делают музыку это Исаия я очень за это его уважаю по-моему на сегодняшний момент это все и мы с Максом работаем над музыкой очень часто я пишу ну практически для всех наших артистов ну тексты музыку я для наших артистов и для себя не писала хотя сейчас я работаю над одним экспериментом где я делаю полностью трек сама себе ну то есть все от начала до конца Макс говорит давай я пробую посмотрим что получится я потом скажу какая то песня будет что ты никогда не простишь в дружбе в дружбе у меня был один случай когда ну не смогла простить человека но как я его простила просто я поняла что я не смогу больше доверять и соответственно ну в полноценном смысле друг он мне перестал быть только из-за того что я сильно утратила доверие я поняла что то есть я его там и люблю и все но я поняла что я больше не смогу с ним делиться ничем вот это очень ну это очень меня очень я очень переживала за это такое было у тебя есть домработница? ну у меня есть так скажем когда я позову тетенька которая ко мне приходит но в принципе я поддерживаю порядок дома сама насколько это возможно ну то есть без генеральных уборок просто мне очень важно знать где что лежит и это только я могу положить ну а так в глобальной смысле да мне ну кто-то периодически помогает да Арина пишет что ты самая красивая спасибо наша Арина наша? да а Арина ты где? где моя няня ну очень много вопросов когда выйдет твой второй сборник стихов вот у меня сейчас на данный момент связан со сборником встал такой момент дело в том что я придумала очень интересную идею и я ее никаким образом не смогу соединить со стихами ну обычными да которые вот такие ну которые ну обычные в плане просто другие которые я придумала они не совсем обычные ну они не совсем стандартные и я их никаким образом не могу совмещать и поэтому у меня стал вопрос о том чтобы я делала получается параллельно эту идею развивала ну то есть делала материал ну и в общем я пока я просто ненавижу когда меня со стихами торопят поэтому это самый для меня вот для меня ад когда мне говорят Оля ну что там у тебя и я такая в этот момент короче я не могу это терпеть но поэтому я я просто не хочу сама себя подгонять потому что в этом случае я же работаю не на количество а на качество поэтому короче я пишу я в процессе собираешься ли ты на Бали да слушайте я столько раз хотела вот это реально уже смешно звучит я постоянно езжу на Бали в отпуск как это происходит вы думаете я думаю что я сейчас поеду на Бали нет я каждый раз думаю после отпуска что ну все сейчас поеду туда-сюда ну в общем разные места себе придумываю и когда приходит момент отпуска я настолько охреневая уже что мне нужен отдых что я иду в место которое я хорошо знаю вот так это все и происходит ну а так я с удовольствием поменяла бы дислокацию но пока не я не знаю такой человек ездишь ли ты со своим голосом в Яндекс навигаторе да представляете да я никогда не слушаю свои песни ну в машине ну редко бывает что я не слушаю там свои собственные песни потому что я их так слушаю часто пока пишу пока мы если это серебро заполняю то мне кажется такой уже ну ту матч когда ты еще ездишь в машине и под себя еще и кайфуешь это такое знаешь то что ходить постоянно с зеркалом перед собой ну то есть так можно сойти с ума от того насколько ты просто ну по-русски не вебенный и так от себя с ума сходить это ну иначе можно просто потерять границы разумного ну это моя личная позиция я так считаю что ну как-то нужно держать связь с нормальным миром и с нормальным вообще восприятием жизни что он не крутится вокруг тебя там и так далее вот но навигатор мне очень нравится сейчас как перестать бояться петь при людях на публике только путем опыта делаю это чаще я могу сказать что первый раз в жизни когда я вышла на сцену я помню я училась в музыкальной школе у нас был какой-то отчетный концерт и мне нужно было я должна была выйти и спеть по-моему я пела хорал баха а это достаточно высоко и я настолько сильно испугалась сцена людей я не знаю даже чего больше у меня начались трястись коленки причем ужас был в том что у меня платье было выше колен чуть-чуть и видно было как трясется моя нога и мне было так себя жалко я понимаю что людям ну то есть мне остыдно перед людьми я понимаю что им тоже уже неудобно передо мной хотела сказать девочка да иди ты уже ну в общем такое и я еще и спела ужасно спела на терцию ниже зачем-то ну короче это был провал но это просто опыт вот нужно сначала очень страшно потом чуть-чуть меньше потом еще потом еще потом начнешь друг кайфовать и потом ты поймешь что все все супер короче просто делать таком музыкальном инструменте ты умеешь играть я я не не говорю я умею играть на пианино потому что то как люди играют это не ну как бы я уже у меня нет такого сейчас левела потому что мне тупо нет я мало практикуюсь я делаю для себя там ну может я что-нибудь сочиняю или репетирую дома сама но в общем чисто так пианино вот я играю я могу подбирать я умею читать с листа то есть это я ничего не потеряла но что я хорошо играю на пианино нет поэтому не играю на летах потому что я хочу играть когда это хорошо происходит но подбираю неплохо мне кажется можно уже присоединяться к кому-то и общаться да давай сейчас по ходу если что-то я не ответила спросите хотела бы сама начать заниматься продюсированием других ребят ты уже спрашивала об этом ну это немножко другое ну пока нет потому что я считаю что продюсер не может быть артистом то есть если ты артист то ты потому что если ты сам артист и продюсируешь других то ты всегда весь лучший материал будешь отдавать себе но так или иначе поэтому поэтому чтобы быть в этом смысле честным перед тем с кем ты работаешь перед тем перед собой то ты должен мне кажется понять кто ты ты сам артист или ты ну то есть ну короче либо либо если ты поешь так чисто для себя иногда кое когда то окей но именно в полном смысле продюсирования может быть только в том случае если ты не являешься артистом это мое мнение насколько для тебя важно мнение окружающих каких окружающих близких ну глобально я у меня не такое что я мне плевать на чужое мнение но у меня нет такого что я завишу от чужого мнения то есть нет наверное баланс такой какой твой самый сильный страх я не буду говорить про всякие дурацкие фобии типа у меня у меня очень тупая фобия я ненавижу куклы я их боюсь очень у меня очень тупая фобия у меня очень тупая фобия там были эти куклы я чуть поспрылась а я боюсь потерять близких людей да ну такой человеческий эшкере мне пишут когда ты впервые поцеловалась с 15 с 15 наверное у меня кстати все уже целовались в классе и я такая была чая у меня был первый парень с которым я целовалась поцелуй был не очень честно вам признаюсь ну просто не мое после чего я года два не целовалась на сайте привет омск кукла аннабель страшная кукла для этой нет красивая да все дети от него в сторону да смотреть есть ли у меня парень спрашивает ну у меня нет пока парня но возможно мне кто то нравится но я еще не поняла сама Тебе когда-нибудь делали предложение при кисельце? Я даже согласилась. Судя по мне, это видно, что я не замужем пока. Он сбежал от меня. Потом мне несколько раз предлагали замужницу. Но я чуть торможу. Мне кажется, что я чуть боюсь. Я пока еще не поняла, от чего, но... Просто кругом все разводятся. Слушайте, женатые люди, вот если здесь есть такие, почему? Или там, который разведен. Почему раньше, в советское время, все бабушки и дедушки как-то оставались вместе? Почему мало разводов было? Почему сейчас все разводятся? Может, мне покажется, что поэтому я не замуж не выхожу, потому что все кругом разводятся. На фига жениться, если можно просто встречаться? Но, опять же, наверное, я пока еще не встретила такого парня. Устаешь ты от концертов? Наоборот, после концертов я все время на подъеме. Я хорошо себя чувствую. Я единственное, устаю иногда от переездов, перелетов, пути. Путь. С одной стороны, это кайф, но с другой стороны, когда это происходит практически каждый день, у нас реально вот в этом месте вообще через день. Представляете, мы приезжаем, уезжаем, приезжаем, уезжаем. А позавчера было так, что мы приехали в час дня, прилетели из Сталина, и вечером уже сели на поезд в Липецк, то есть у меня было там буквально несколько часов. То есть вот от таких вещей чуть-чуть, ну типа просто физически устаешь, а так нет, кайф. Жизнь в комфорте людей разлинила. Да, жизнь в комфорте людей, да, именно так, вот правда. Когда у тебя нет мотивации, когда тебе все хорошо, ты такой чуть-чуть как бы на пофиге живешь. Какие тут пишут? Потому что жениться бессмысленно. Слушайте, а что за тенденция? Никто не хочет жениться. Я слушаю вас в Италии. Италии, привет. Как тебе больше нравится писать стихи? На бумаге или в телефоне? Стихи почему-то пишу всегда в телефоне, потому что я их никогда не правлю. Они у меня вот так вот как идут и идут. Тексты пишу всегда в тетради. У меня есть специальные тетрадки. У меня, кстати, есть папочка тетради, которая уже исписанная. Если хотите, я могу как-нибудь полистать и показать вам. Вы там увидите кучу наших... У меня, кстати, телефон садится уже. Если что, если вдруг садится... Да. Так, я пока это читаю. Сложно ли я человек? А, все бойцы ответственности, поэтому не жениться. Ну это правда. Кстати, сейчас животных наверняка меньше тоже люди заводят, потому что... Кому за ними убирать надо? Так, какой-то вопрос был. Садись. Короче, вопрос какой-то был. Но я не... Я забыла. Я озвучила и забыла. Я забыла. Веча память. Погода последний раз общалась с Егором. Недавно он мне писал. Мы с ним переписывались недавно. Да. Життем. Життем ту. Ну что, вы еще не устали? Мне кажется, уже настолько все проболтали. Точнее, я. Мне кажется, я уже... Вам... Ну, тумачь, нет? Верность... Верность... Ну, да. Верность надо. Сейчас столько соблазнов. Они все... Устоят. Могут устоять. Какие фильмы люблю? Я сейчас смотрю в процессе движения вверх. Я его начала в самолете смотреть и не... И не закончила. Вот я, может быть, сегодня вечером или завтра посмотрю его. Опять в самолете. Так, подключай зарядку, а то я скоро сяду. Страшно про концерт. Ну, вот мы недавно были в Великом Новгороде. Это, конечно, не Ленобласть, но... Так, я как-то пытаюсь все установить сейчас. О! Так, не спевайте читать. Передай привет. Привет, Зенкина. Привет. Какая у тебя... Есть у тебя несбывшаяся мечта? Да, я хочу покататься в аэротрубе. Хочу покататься в аэротрубе. Какие большие мечты. Я тут уже... Ну, я намекаю тут уже рядом сидящим. Вновь пришедшим. Вот. Когда клип... Ну, я про клип уже говорила, что на 11-13-07 клипа не будет. Поэтому... Можете сами что-нибудь придумать, снять что хотите. И покажите нам, отвечайте, и мы посмотрим. У меня подзависло? Нет? Нет. Приедет ли когда-нибудь серебро в Германию? Мы были в Германии, серебром. Но... Приглашайте. Привет. От рабочего класса привет. Привет, рабочий класс. Что меня вдохновляет? Все вокруг. Либо не вдохновляет. Ну, то есть... Ну, вдохновить может любое. Все, что угодно. Алексей, привет. Ну что, пошли приветики уже? Или вы просто пришли только? Это сколько нужно сидеть в прямом эфире, чтобы, ну, типа, было куча людей? Счастлива ты сейчас или нет? Не знаю. Ну, в целом, да. Просто, ну, типа, счастье такой момент, что трудно... Мы говорим, я счастлива. Или там... Ну, то есть, вообще, мы редкость... Ну, то есть, мы можем отвечать на эти вопросы, ну, типа, в целом, но до конца не понимать, что это. И... Или не осознавать момент, в котором мы счастливы. Люди пишут, что ты виснишь. Да? Это не я. С Егором я не выступаю, потому что у него свои гастроли, у меня свои. И мы очень сложные люди. А, вопрос был, ты сложный человек? Да. Походу, очень. Ты будешь с кем-то подсоединяться? А, ну, давайте разок подсоединяемся. Я же обещала. Вот сейчас мне кто напишет при подсоединении, я присоединюсь. О' да, присоединись. А там, наверно, у тебя... вот тут вот... Нет, да... А, да, тут у нас здесь. Так, я жду людей, которые... Ох! Хм... Ох! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Он не может присоединиться Артар, ты не можешь присоединиться ко мне Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok